Например, Удмурта, да, у них, там, унгарская, да, очень группа языковых, да? А унгры, ну, вот уянгры там, они, вот, как бы, в тех местах, то, в местном населении, они говорили, что Удмурта это люди-рошадь, монотавры. Вот, монотавры, в действительности, были, они тоже были. Понятно, что были, но и бык, их бычеглавами называли, и монотаврами люди-рошадьи называли, вот, а вообще, монотаврами всех назвали, кто не с правильной головой, вот, общая, всю жизнь. Так вот, эти языки, да, они, вот, от них, им просто приписывают. Дело в том, что, видите, у нас началось это еще в царское время, можно было записать любую национальность, какую хочешь. Породолжилось это будет из советской власти, там же, с начала их было 400, у нас национально все записано, потом остальные, значит, исчезли, 250 оставалось. Ну, а сейчас, значит, из оставшихся их там вот размножают, быстренько их расселяли. По последней переписи, да, вот, говорят. Нет, ну, вот, сейчас, например, сейчас предварительная записка в законе интернете, 141 миллион, там, чем-то. У нас? Да, вот, так, в 2002 году, по той же переписи, 140 миллионов, там 139 с чем-то официально, это был последний подсчет, который через 6-8 месяцев опубликовать, то есть, как бы, получается, если у нас по 850, а еще лет 5-7 назад вообще по 900 тысяч бывало население, то я задаю вопрос, за счет кого-то тогда прибавилось, так, чтобы в основном-то 80% русского населения уже побывало, да. В общем-то, вот эти народы, малые народы, они, в общем, довольно репродуктивные, стараются, как бы, поддерживать, и программы всякие, там, где-то, что, как эти статистики. Ну, статистика врет, потому что, как вот Сергей Алексеевич выяснил, что у нас по спискам живых людей, вот, по ЗАГСам, да, там, всего 85 миллионов, то есть, у нас не много 140 миллионов. А это самое, скажите, у нас какие механизмы, в основном, используются для сравнения делах народных народных народов? А это вот как раз... Вот русские все названия, они кончаются на Ова. Вот, ну, сейчас там, вот, Акуниова, там, проще, да? Вот, а Ова, да, гуляция, это яйцо. Вот. Вот, вот, старых, ну, новых, сейчас, в частности, все новое дело, старых, вот, русских названий нет, там, в Берингах, в Старых Канках, там, все по-другому, там, русские названия. Вот, а здесь все, сейчас, все и поменяют, потом, какого-то местного населения там появилось, Аборигдина. Ну, что русские, в действительности, это коренное население планеты. Вот, а почему оно коренное? Потому что, значит, в свое время германские, значит, антропологи, они определили, что плотность кости является генетическим, значит, наследственным таким показателем, который характеризует вот именно человеческий вид. Потому что плотность, она и у людей, и у животных, у всех одинаковая. А все, кто не местные, у них плотность, плотность и легкая, тяжелая. Так вот, у негров, она легкая. Так сказать, особо не напрягаясь, можно перевести, вот, Гнедич переводит, как, гомера, значит, или ада, песня. А можно перевести, не нужно перевести, ум, священный звук, или, это, значит, про имя муромца. А рус, значит, ну, можно сказать, как песня, там, или, то есть, священная песня про имя муромца. Значит, такие имена, как Геракл, который нам, мы знаем, был 12-й год, но тем не менее. Значит, вот Геракл, еще в 12-м веке было такое имя, и Ракли, его называли, и Ракли. И Ракли было имя, оно сейчас, в принципе, есть у некоторых. А вот сейчас, вопрос, он называет Геракл. А если мы знаем, что Кл и Сл, это, опять же, меняется с написанием и звучанием, то получается, это Ярослав. То есть, в действительности, это Ярослав Мудрый, который был, совершил 12 подвигов. А если говорить, например, там, про сами подвиги, ну, та же самая, чистка абьевых конюшен. Вот, это смехотворный, значит, смехотворный подвиг, который мы приписали в действительности. Абьевые конюшни, абьевые, вот сейчас об этом вообще, как бы, не говорят, но когда-то были люди-обезьяны. У нас есть несколько художников, сейчас не могу, пожалуйста, вспомнить, европейских, которые рисовали, значит, европейских, ну, там, женщин, там, мужчин, крестьян. Вот, они рисовали их обезьянами. Вот, ауэ, это, в действительности, обезьяны. И чистка этих абьевых конюшен, это как раз убрали вот этих у нас обезьян в свое время, которые, в принципе, здесь когда-то располагались и смешались с европейским населением. Такой политик греческий, опять же, который и Переславы, и Перикол, вернее, то есть, и у нас есть город Переслав, причем их два Переслава-Задески, и еще на Крыму Переслав остался. То есть, Перикол, это, опять же, та же самая схема смены. И у нас получилось, что русский, опять же, политик стал Периколом, а в действительности, это вот Переслава. Ну, вы помните, у него была специально, даже здесь такая, второй мост, как бы, да, и его, так как всегда, он был в шлеме, чтобы скрывать свое, значит, это. Его сначала сместили, а потом пригласили снова, значит, на царствие, чтобы, когда его сместили, там начался Багдарьков, он снова навел порядок. Вот, и, соответственно, все подвиги, которые описаны в принципе у народа, они в какой-то степени не имеют перекличку с русской историей, написанной ключевым, 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 а этим, крамзинным. Имеют какую-то, значит, перекличку, но она достаточно слабая. Например, подвиг 300 спартанцев, 300 спартанцев, если помните, они победили 4 миллиона в персидскую армию. Значит, ну, опять же, там все пишут не так, как надо, что там они там в ущелье были, там они сражались, воины были действительно магические, никаких там, значит, не было этих сабель, как нам там сейчас рассказывают. Вот, воздействие было прямое. И то, что это было именно магическое, русская терминология военная, она вся связана со звуками. А звуки мы знаем, что они делают фантастические вещи, если знать их природу, и знать, как нам, что воздействует. Например, в самом слове война, она связана с воем. Поле брани, она связана, опять же, с броницем, то есть, опять же, с разговором. Солдат, сола, значит, бой, барик, убаюкивает для того, чтобы, значит, полонить противника. Ну, и так далее, там терминов много, больше десятка, которые сохранились, которые так или иначе связаны именно со звуками. И вот у нас вот эта вот война, она затвора даже до 19 века, я об этом потом скажу, значит, именно магическая, потому что были преображенские полки, а преображенские полки, это элитные полки, владеющие техникой вот этого магического звука, воздействия на другого противника, чтобы лишить его силы. Потому что идеология войны была совсем другая, не убить, а именно лишить противника силы. И поэтому, когда вот у нас, значит, вот это параллель, все вот, большое гнездо, вот, значит, с этими-то, с 300-ми спартанцами. Дело в том, что нам сейчас объясняют, что этот Всеволод, он имел 12 детей, и поэтому у него было большое гнездо. Но вот те, которые сохранили, вот еще какие-то легенды русские люди, они говорят о том, что большое гнездо называлось потому, что именно Всеволод, значит, смог сплотить, вернее, вот в заповедных листах, начал выращивать, когда было именно вот это иго, очередное, у нас было не одно иго, значит, выращивать витязи для того, чтобы сразиться потом с этой персидской пальмой. И он, в действительности, вырастил их. В это время Гурдалай там отвлекал от этого гнезда, значит, а здесь шло... Дело в том, что когда нас захватывали, сразу пытались разрушить род. Потому что род, он нес не просто генетический там аппарат, там ведь идея рода заключалась в том, чтобы дети получались лучше, сильнее, красивее, умнее и здоровее, чем родители. И для этого вот род, это называлось, значит, деница, которые рождались в одну шестидневку. Ну, шестидневка, которая у нас сейчас стаднена, сейчас у нас семидница, то есть семидневка. Вот, те, кто родились в одну шестидневку, это был род. Вот именно род позволял складывать родительские вот эти все амплитуды и передавать ребенку. Поэтому ребенок был лучше, чем это. То есть нас следили за породой. Сейчас обычно на это понятно, что никто не обращает внимания. И вот почему вот именно в пределах рода нельзя выходить замуж и жениться, независимо от того, родственники вы по генетике или нет. Потому что здесь вот частоты, получается, складываются. Потому что белки все синтезируются в зависимости от положения Солнца на небе, то есть когда оно стоит, когда оно садится. И это, кстати, наша реконструктура, те, кто занимается реконструктурным анализом, доказали, что белок меняет, несмотря на то, что химический состав один, но он меняет свои свойства в зависимости от времени синтеза. Поэтому все вот эти вот моменты, связанные с рождением детей, они определяются точкой рождения, точкой зачатия. Это очень важный момент, опять же, в православной традиции. Вот. И они были, рождались осильными. В свое время, вот когда Гитлер со Сталиным заключили договор о создании поселений, где они выращивали сверхчеловека, вот, наши, значит, поставляли девушек, поскольку в Европе уже тогда, конечно, нас забыли. А они поставляли это с вас юношей. Вот эти вот смешанные поселения, они были в Европе, они были, значит, и в Южной Америке. Вот. И там они просто использовали теорию Ницше. Теория Ницше заключалась в том, что человек должен быть моральный, там, нравственный и так далее. Вот. Они сначала только на этом концентрировались. Но у них стали получаться эффекты. То есть дети рождались с голубой кровью, они сразу могли, значит, понимать язык животных, понимали родителей, могли говорить. Они могли, значит, делать всевозможные чудеса. То есть как только, значит, целомудренный юноша терял свою целомудренность на действеннице, то есть получались вот эти вот сверхлюди. Именно этот феномен сел в большое гнездо, использовал в своей практике в этом большом гнезде, чтобы вырастить витязи. И поэтому эти витязи смогли вот эту четвертую армию спокойно расколотить. Ну, у нас, помимо о том, сказать, из Беракла, там много было таких вот монетов. Тот же самый Александр Невский. Значит, расскажут, например, вот Волига, да? Волига, это, в честь него названа Волга, которая раньше была в Ра. Значит, Волига, он ходил на Индию, ну, как опять же говорят русские эти, хотя им не очень не доверяют, поскольку это уже литературный источник, письменный источник. Значит, там говорится, что он ходил на Индию, и в силу того, что там были, значит, неприступные стены, он превращал своих воинов в муравьев, они проходили под воротами, и там он обратно их обращал, и так они очень захватывали города. То есть в русских сказках, даже в письменных сказках, которые все практически новодельные, сохраняется, тем не менее, вот эта вот волшебность, волшебность, вот эта способность превращения. Ну, а если говорить вообще по истории, и возвращаясь опять к этой исторической правде, когда-то вот я пытался раскопать, искал эти документы, и вот мне попался один из документов, что Александр Первый, это вот как раз участник войны, так называемый, сейчас 12-го года, якобы финансировал войска Наполеона. То есть была специально, я потом уже понял, что это, конечно, фальшивка, но тем не менее, значит, она ведь хранится, хранится в наших, так сказать, архивах, для того, чтобы кому-то потом запудрить мазухи. Но все не показывают, как ни странно. Вот, значит, странности с этой войной, 1212-го года, начинается с первого, ну, как только начинаешь, только изучать этот вопрос. Значит, Петербург, как нам говорили, столица России, охраняется всего лишь гарнизоном, а Москва охраняется целым войском. Наполеон идет почему-то не на Петербург, а на Москву. Мы его разбиваем, тем не менее, после, значит, войны 1212-го года, вся знания говорит на французском языке, Наполеон проходит, в 19-й веке, под плагом Наполеона, как герой. Что это? О чем это говорит? Это может и говорить о том, что в действительности русские проиграли войну 1812-го года. И именно вот эта вот последняя цивилизация, которая, как ее сейчас называют, греческая напала, именно в 1112-м году. Нам сейчас рассказывают, что там Наполеон выиграл, но этого не произошло. Более того, более такие детали, которые удалось выяснить. Екатерина II, оказывается, имела кличку Кутузка. И потом вот с ней есть ее портрет, вернее, портрет Кутузова, который в тителе маршерском, значит, сидит в кресле, а здесь типа мантии бордовой или, значит, платье. У нас бордовый цвет, это цвет императоров Римской империи, и который даже в России никто не мог одевать. То есть нельзя было носить бордовый цвет. Это потому, что вот императорский. Получается, что Кутузов был императором. Если вы посмотрите внимательно, присмотритесь к чертам Кутузова, особенно обратите внимание на его руки, на его женские руки, то есть получается, что... А портрет этот есть, я бы даже в интернете у нас. Он один из первых. Вот нажмите, Михаил Кутузов, высыпется в портреты, он где-то седьмой или восьмой, и вы увидите этот портрет, и вы сразу поймете, что это не мужчина. То есть Кутузов в 1912 году был еще, была еще и декоративатора. Это тем, кто посылает проклятие на головы врагов и молится за процветание своего народа. Вот, еврейская армия существует в Израиле, существует в Англии, в Соединенных Штатах и Ляпоне. Пять стран всего, ну, в социальных странах, и в том числе у нас, их нет, естественно. Не дают, что не дают. Да, понятно, что не будут давать. Так вот, значит, вы знаете, что такое гироскоп. Гироскоп, значит, это вот, если раскрутить колесо, например, у того же велосипеда, вы знаете, что его очень трудно повернуть, потому что он держит плоскость. Вот гироскоп, за счет того, что он держит плоскость, его используют в навигации, значит, и в космической, и, значит, при установке оборудования в самолетах. Вот. И вот, когда вы делаете такие закрутки с помощью праздников, возникает тоже гироскоп. И он держит плоскость, держит устойчивость, статильность в обществе. В свое время, когда у нас был еще Советский Союз, у нас все праздники, они происходили в одно и то же время. 7 ноября, 1 ноября, 23 февраля, 8 марта, ну, и 1 мая, да. Они все, они никуда не двигались. Но незадолго до перестройки у нас начали вводить праздники День работника торговли, который там в первую субботу, первого какого-то месяца начинался, в том День работники милиции. И так 20 праздников, которые были прыгающими. Что такое прыгающий праздник? То есть, это фактически гироскоп, который раскручен вот этой 70-летней историей, он начал то ускоряться, то тормозиться. А когда вы едете на велосипеде и скорость маленькая, то есть, вращение маленькое, оно заторможено, у вас начинает болтать из стороны в сторону. В этот момент именно начинается влияние всевозможных других культур, которые, в принципе, не должны влиять на нашу культуру. И началось брожение. И эти перемены неизбежно должны были наступить. И он наступил для нового это перестройка. То есть, простыми, в общем-то, изменениями праздников мы можем поломать целый народ. А теперь, когда, значит, у нас происходит еще смена, то летнее время, то зимнее. Это все время то у нас разгоняют, то тормозят, то разгоняют, тормозят. Это, опять же, все влияет на здоровье. Это незаметно. Но оно влияет и влияет в культуру. Мы начинаем, мы становимся уязвимы ко всем влияниям, которые происходят извне. Не только чисто психические, но и физиологические. То есть, и микробы, и все, они нас могут спокойно длить. Количество болезней резкого засло, количество заболеваний именно. И естественная смертность по заслу. Вот из-за такого, вот этого. Когда пытались отменить это, вы помните, что выступали там взрослые дяди и тети, обремененные всевозможными званиями и побрякушками. И, в конце концов, все это заминалось и все это оставалось и остается. Хотя несколько городов, у нас, несколько областей не переходят на землю. декоративное время и оставляют у себя как есть. Это правильное решение. Значит, это же торможение и раскручивание, оно приводит еще к другому очень удивительному явлению. Это явление связано с эффектом сепаратора. Если вы знаете, сепаратор, когда работает, то легкие частицы устремляются к центру, а тежонные летят на периферию. Если же его затормозить или начать тормозить, картины меняются, легкие начинают лететь. Периферия тяжело устремляется к центру. Когда общество все время то раскручивается, то тормозится, люди, которые должны и в пору сидеть в тюрьме, они устремляются к центру, они становятся у власти. А людям, которым, наоборот, нужно давать власть, их, эта публика вытесняет, они оказываются на периферии. То есть, получается, что простыни, вот мы, если не соблюдаем какие-то праздники, и мы соблюдаем их не в попад, мы можем привести к большим трагедиям. тем более, если вы знаете, что у греков, ну, греки я беру в кавычки, это в действительности русские, у египтян праздник, вернее, Новый год, Новолетие, начиналось всегда 21 июня, то есть, день солнцестояния, или 22 июня. Вот, и день начинался не с 12, с 24, ну, как нам сейчас говорят, а именно с высокого солнцестояния, то есть, день всегда начинался днем. И сейчас, когда мы празднуем Новый год, а Новый год, получается, это год, это вообще годское влияние, и год, это еще в переводе Бог, мы когда поздравляемся с Новым годом, получается, мы поздравляем с Новым Богом. То есть, мы сектантство вот это, мы уже предотделили своими вот этими словами поздравлениями. Вот, тем более, это ведь массово идет, и поэтому это массово рождается. Так вот, у нас 21 июня, 1 января, год, начало года, почти полгода. Получается, что у нас старый год, старые, значит, начало года, и этот, они причем на полгода. То есть, получается, складывание, когда амплитуда противополеза складывается, равняется 0. То есть, фактически, мы сегодня празднуем, уничтожение своего народа, потому что Новый год, неправильно возначенная дата, она приводит к этому результату. Небольшое, небольшое разрешено китайцам, у них Новый год в феврале, то есть, на месяц смещения, то есть, им чуть-чуть дают подышать, чуть-чуть пожить. Вот, ну, и у евреев, у них немножко еще лучшие результаты, потому что у них с 4 ноября Новый год начинается, то есть, этот народ будет процветать, поскольку у них не такая большая смещенность, более того, она отстоит над 90 градусов, ну, то есть, одно четверо. Одно четверо — это условия резонанса. Условия резонанса — это раскачивание, то есть, когда такие вот штуки происходят, то получается, что раскачиваются, и этот народ будет процветать. Хотим мы этого, не хотим. Делается, видите, то есть, никакие даже не нужно заговоров мировых, ничего. Достаточно правильно распределить праздники, и мы будем получать нужные эффекты. Если вы посмотрите, как происходят все события, там, 11 сентября, там, значит, дефолты, они все проходят там на сентябрь, да, а сентябрь, от 21 июня, сколько там месяцев? Почти три месяца. То есть, опять же, одна четверть. Одна четверть — условия, опять же, резонанса. То есть, идет раскачка общества. А если вспомним, когда началась у нас Великой Отечественная война, она началась во второе июня, в день Новолетия. У нас, в действительности, лето начиналось вот с 21 июня. 21 июня — и дальше три месяца это было лето. Но потом сдвинули, потому что у нас климат изменился. И поэтому сдвинули. Раньше же было все тепло. Вот есть книжка, она называется «Россия в цифрах и фактах» 1905 года издания. Вот там написано, что Россия является основным поставщиком Европы, ананасов и бананов. Но где мы сейчас видим, что у нас росли ананасы и бананы? А это травянистые растения. Они, в принципе, как и помидоры, за сезон взревают. Мы там нашли в Архангельске, что действительно ананасы и там выращивали. Хотя у нас есть даже виноградный район, так он так называется до сих пор. Выращивали, но выращивали в теплицах. Но я думаю, что это тоже неправда, потому что мы в свое время тоже находили, когда анализировали, что ели наши цари, то есть там, оказывается, много названий овощей и фруктов, которые мы не знаем сегодня. Они исчезли. А то, что у нас все время исчезают овощи и фрукты, это мы можем посмотреть на примере тех самых злаков. Вот сорга было, в моем детстве люди ели сорга. Сейчас его уже нигде не встретишь. Пшеничка, например, такой был злак, его тоже уже нет. Значит, полба, которая, сейчас говорят, что это один из сортов пшеницы в действительности, это злак. Злак, который еще сохранился у германцев. Они обещали, кстати, привезти, может быть, тогда возможно посеять здесь. Вот, ячмень, это в действительности ячмень, а ячмень исчез. Дальше, значит, вот просо, мы говорим сейчас пшено, а в действительности пшено исчезло, а вот просо осталось, и просто заменили. И вот таких вот подмен ночи, то есть вот за один, за заду только революцию у нас 10 злаков убрали. А еще в процессе жизни у нас исчезло там брюхва, калига, а они ведь в принципе турнепс, на который нас еще студенты нагоняли. А сейчас его уже чертов зла встретишь. Во всяком случае в центральной росте его нет. Я слышал, что у вас здесь можно найти брюхву и турнепс. Надеюсь, что он это сделан. Значит, а что говорить о фруктах? Вот если вы посмотрите стаминные картины, где вот это много всяких фруктов там нарисовано на терморте, вы увидите, что таких фруктов сейчас нет. Там какие-то сдвоенные яблоки, как вот волчья ягода, какие-то там я их не видел нигде и не слышал таких фруктов. Вот. Все исчезает, у нас объединяется питание, поэтому мы в принципе и на сегодняшний день вынуждены быть не саредами, а вареноедами. Вот несколько слов по сыроидню, поскольку народ интересуется этой тематикой. Значит, сыроидня у нас в действительности было, опять же, уничтожено с помощью меча и огня. Я, когда я разговаривал с одним из помощников митрополита, одной нашей с остальными, он сказал, что раньше Пасхой называли жареного ягненка. И в плане религии, во-первых, вот это вот в день в день прочитайте эту информацию. Об этом вот, ну, все искали наше, что только можно. Вот я в свое время, когда нашел нормального православного священника, и то он был священником таким, то есть его посвятили в лагере, он мне вот эти все фокусы рассказал. Правда, потом он уже почему-то опять в эту Библию ударился, не знаю почему. По всей видимости, это все-таки как-то срабатывает, что когда человек что-то знает, ему обязательно поправят могли, чтобы он этого не знал, но его в этой действительности. А коты, это вы знаете, что у них, во-первых, и зрачок не такой, как у нас, во-вторых, у них, они, кстати говоря, живы до сих пор, и печенеки живы, и коты живы, и даже абы живы, то есть про снежных людей мы периодически слышим, но говорим, что это вот, мол, какие-то реликтовы, а в действительности были опыты, даже не опыты, когда корабли, находили корабли брошенные, брошенные, там сохранилась команда, и команда вся была в виде обезьян, то есть они превращались за какой-то промежуток в обезьян, у них там были значит и питание и все прочее, то есть корабль дреховал, никуда не плыл, перевезли в шторм, что-то там произошло, и вот они все вдруг озверели, то есть стали обезьянами. Это, кстати говоря, связано именно с эмоциями, потому что эмоции, они являются у нас эволюционным фактором. Если человек испытал сильную эмоцию страха, он может сразу посидеть, или наоборот, испытал эмоцию страха, или там, например, мать была парализована, залез в вор, там дочке была, значит, угроза расправы, и она встала на ее защиту, хотя она была парализована, то есть эмоция может превращать людей, вызывать в них метаморфозы и делать то, что они становятся на нас непохожими. Ну и так я вроде все уже сказал, что я хотел сказать. Если у вас есть вопросы, вы можете сейчас быстренько задать, потому что я еще хотел слово дать одному человеку. у Сергея Алексеева, вы, наверное, знакомы с этим, он описывает очень много, то же, о чем вы говорите, то есть наше прошлое, наша культура, естественно, художественным языком, но основная мысль, которую он дает, это то, что вот та культура, которая вы говорите, она как бы никуда не пропала. То есть как бы есть люди, которые на самом деле сохраняют это все, сохраняют записи, книги, как бы ритуалы, и так далее. То есть вы как считаете, это есть на самом деле, это и хранение всего лишь и не есть? Тогда второй вопрос. Если это действительно есть, если это действительно была настолько мощная структура, люди, сама традиция и так далее, почему? Почему все-таки проиграли? Почему это ушло? Почему мы сейчас имеем то, что имеем? Вот где был вот этот рубеж, когда все переломилось, хребет сломался? Дело в том, что все очень просто, нас травляли с собой, и поэтому наху силы использовали против нас зуб. То есть уничтожили сами? Конечно, да. Дело в том, что вот смотрите, вот эти узводные, которые сегодня нас окружают, там собаки, кошки, они же все были раньше людьми, действительно, хвостатыми, но людьми. Вот по поводу хвостов тут очень интересно. Дело в том, что у нас 32 зуба, да? 32 зуба и 32 позвонка. Они совпадают между собой. Но сначала у нас 28, потом вылистали 4 мудрости зуба и становятся 32. Вот. А известно, что у Будды было 40 зубов. Вот официальная хроника. 40 зубов. Вот. То есть получается корреляция, значит, 32 позвонка, я думаю, это все не случайно. А куда у нас деваются другие? Вот. Ну, то есть 40 зубов, а позвонки куда они могут деваться? То есть по всей видимости, я бы им стал хвост. Дело в том, что ведь человек, когда переходил из кона в кон, там проходил опять паста, человек засыпал на термическом сне и просыпался там через 9. Ну, раньше не день, если мы носили там побольше. Вот. Через какое-то время он просыпался и показывался в новом коне. У него восстало 4 зуба новых. Вот если так вот судить, то получается, что у Будды был третий кон. Третий кон – это богатыри, это боги, которые обладали, ну, то есть там уже было 72 бога, возможно, это 72 бога. Соответственно, куда у них девались эти позвонки? Вот здесь интересно, что самое длинное хвост, знаете, у кого? 40 позвонков. У крыс. У крыс. Поэтому они так устойчивы. Так вот, похоже, что... А люди-крысы, кстати говоря, вот они, вот видите, там, сеглацы, все встречаются, и люди-крысы тоже встречаются в рисунках. Мало того, они до сих пор и мумии там вот. Гизи, они хранятся. Если вы там заплатите гидру в соответствующем жду, вам покажут эти мумии. И люди-птицы, и люди, значит, готы. И даже там один хранится этот скафаг, человек в скафаге. Но то, что наши предки летали, это понятно, потому что, как пишут веды, но это индийские правда веды, что наши предки жили на горе меру, откуда погревали планетами, звездами и вселенными. То есть, и это реально, потому что, видите, вот есть книга, Питек, это священная книга Минихея. Не достанешь, она стоит 200 тысяч долларов, но стоила, в всяком случае. Но все то, что я занимался, все время с сбором такого вот литературы, там описано вот семь чудес света, один из чудес света, это как раз логос. А логос, это, то есть, там совсем другие чудес света, не те, что нам, там, 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 сахара, сахара, герем, сахара. Какие мне крановое такое приспростие и колдогольный мобиль? Да это фантазия. Ну, дело в том, что мы вот с товарищами, как бы, разговаривали, и вот, и с боями, конечно, в этом общественном и селье, но и в то же время, как бы, и с праздниками возникает напряженность. Как-то, просто смысл, у них невидимые, как бы, мы не понимаем. И вот у нас возникает такой вопрос, осмысленный уже. Ну, ведь что-то это, пили же, да, наши, что-то же они пили, и... Как-то же гробили организм. Как-то алкоголь-то было, или нет? без того, что, от полного питья, значит, во-первых, ну, состав, название водка, там, пиво, это действительно с напитки, у нас просто рецептов нет. Вернее, они есть, мы пробовали, их восстанавливали, но ничего не получается. Все начинает прозить, все равно бродит. А просто у нас сила семян, во-первых, потеряна, да? Потому что, вот еще, раньше я знаю, бабушка, там прикладили, просверки клала, за этот, и они не плеснивали, ничего, там год лежат, и потом даже можно съесть. То есть сила семян была другая. Вот. А во-вторых, вот у нас есть такое понятие бахтати. Бахтати. Вот, ну, это не важно. Титиков сбивает. А в действительности бахтание, оно связано с нашими мерами. Вот, если мы хотим воду сделать, ее спахтать, мы должны делать движение, ну, например, рукой. то есть одно движение до одного уровня, а следующее до меньшего уровня. Вот это вот отношение вот этих вот движений, оно должно равняться, ну, например, единственное число, 1,6, 18. Казалось бы, это вот такая вот ерунда, но в действительности вы выбиваете спиритус. А спиритус это, хотите, не спиритус, а это лду. Вот. И когда вы употребляете, а вот этот вот, эта энергия, она не просто все там лечит, она в действительности лечит. Она еще, вот все ваши задумки, какие вы хотите, она позволяет вам реализовать. Вы пьете фактически свою волю. Понимаете, то есть вот по хранению вы можете что-то изменить. С каким напитком? Вода. Можно вопрос. Ну, вы понимаете, мы сейчас, конечно, можем фантазировать, поэтому по улице. Ну, я уверен, что не было, чтобы была не такая. Ведь вы не забывайте, что у нас после революции исчезло несколько видов пчел, которые давали чистый нектар. Вот. Его потом можно было сделать нездом. А вот это вот, потому что этот метр, он в принципе, как бы тоже пыльца там и нектара, да, но он все равно же будет переваренный в какой-то степени. кто это все делает, вот такие все беды на нас наподят. Это есть люди, инопланетяне, где правительство находит. Об этом запишут. Это один вопрос. Второй вопрос, что, по вашему мнению, делать с этим всем, как бороться, или само это рассеется, или все. И третий вопрос, если сто лет назад только была построена китайская стена, тогда... Не сто ли, она в 40 лет. Тогда расскажите хронологию, тогда, ну, там, 200 лет назад, что было, и, допустим, если вы говорите, вот русская была такая цивилизация, как вы ее описываете, когда она была, сколько реально лет назад? Она всегда была. Вот русские, это местные жители, которые... У нас же нет национальности. Русские, это же помогательные. Ну, которые вот жили таким вот родовым, вместе, ну, нормально. Родами, временами, общинами, товарищами, братствами. Это все структура древнего общества. А скоп, скопа, скопище, это вот уже, когда объединялись там общество, отели, там, и так далее. Дело в том, что, вы, конечно, задали много вопросов, но я могу сказать, в 1611 году был поток. Его относят, 1611 году. Его относят это, да, вот, его относят там далеко, но это было все недавно. И потом вот уже началось все новое и новое. И, кстати говоря, его могли предотвратить. Вот всем управлял Гессар, действительно. Вот здесь же есть Гессарская долина. А Гессар, это где у нас есть, вот Гессар присутствует, это в действительности царь. Вот, он Гессар. Вполне возможно, что Чингисхана в какой-то степени с него исписали. То, что он почитается буддистами, но сейчас может быть и в районе Салады. Вот. Так вот, русская цивилизация, она существовала всегда. Вот эти все приховые цивилизации, они как бы не местного значения, не местного какого-то. Потому что им настоящую вот не давали никого. Если там брать тех же негров, у них, вы знаете, чистый, ну, то, что мы называем идаизм, потому что у них обрезание, обрезание у женщин, у них обрезают гулы. Вот. До сих пор, значит, оно существует. Хотя мы думаем, что идаизм вот в основном это в Израиле, там, а это смешанные народы, значит, с этой культурой смешанные с белым населением. То есть ад было. Вы знаете, если кто был в Африке, там, если ты попал в какое-то время, ты пока со всеми не переспишешь, ты оттуда не отпустил. Ну, если делать, что-то. Не делай на пол. Нет, это в основном мужчин касается, женщин там не ценят. Женщины не съедят сразу. Женщины не рекомендованности. Можно это? А вы садоеды? Да, у меня через два месяца будет три года. И как чувствуется прогресс? Конечно, чувствуется. Дело в том, что я говорил, что, во-первых, усталость, ну, конечно, есть усталость, но такие вот в моем возрасте такие переезды, они все были недоступны. А сейчас уже я все это легко переношу. Так а у вас само трофное среднее или какое? Это необычное. Ну, вот вы весили три года назад сколько? Вы должны были потерять реально вес? Я потерял 46 килограмм. Потеряли, да? 46 потерял. Честно? вот в эту же руль набрал набору. Видно просто, что да, то есть по лицу, когда человек даже через полгода, через год у него особых появляется. говоря, один из основателей Бутенко, Виктория, вы же знаете, да? А 15 лет на сыровидении. То есть 15 лет она стала толще, чем начинала, когда была не сыровидкой. То есть в какой-то момент смешивается в кучу. Да. У нее это есть, да. Но я тоже мешаю, потому что я практически веду жизнь на колесах. То есть вообще не задерживают его. Ну, вообще сложно бывает, я вас понимаю. А не скажете, вот у ЛМДФ и он и пятидеал луне не могу. Не могу, что вы не сказать. Ну, тут все понятно. Человек, он, так, не упал, просто его не могут вывести из нее. Он же там сказал, когда его скрыть. Там же нарушили все. Через 70 лет он должен был жить. Я ему не был просто, но я чего удивился. То есть на самом деле присутствуешь как будто он смотрит глаза прикрытые, видит. Ощущение, не знаю. Чуть-чуть пожил. Вот. Ну, и у евреев у них немножко еще лучше результаты, потому что у них с 4 ноября Новый год начинается. То есть этот народ будет процветать. Поскольку у него не такая большая смещенность, более того, она отстоит на 90 градусов. Ну, то есть на одну четверть. Одна четверть это условия резонанса. Условия резонанса такое с раскачиванием. То есть когда такие штуки происходят, то получается, что раскачиваются и этот народ будет процветать. Хотим мы этого, не хотим. Делается, видите, то есть никакие даже не нужно заговоров мировых, ничего, достаточно правильно распределить праздники. И мы будем получать нужные эффекты. Если вы посмотрите, как происходят все события от 11 сентября, там, значит, дефолты, они все проходят там на сентябрь, да, а сентябрь от 21 июня сколько там месяцев? Почти три месяца. То есть опять же одна четверть. Одна четверть в условии опять же резонанса. То есть идет раскачка общества. А если вспомним, когда началась у нас Великая Отечественная война, она началась 22 июня, был день Новолетия. У нас действительно стилето начиналось вот с 21 июня. 21 июня, и дальше три месяца это было лето. Но потом сдвинули, потому что у нас климат изменился, и поэтому сдвинули. Раньше же было все тепло. Вот есть книжка, она называется «Россия в цифрах и фактор» 1905 года издания. Вот там написано, что Россия является основным поставщиком в Европу, ананаса и банана. Но где мы сейчас видим, что у нас росли ананасы и бананы? А это травянистые растения, они в принципе как и помидоры за сезон вызревают. Значит, мы там нашли в Архангельске, что в действительности ананасы и там выращивали, хотя есть даже виноградный район, так он так называется до сих пор. Выращивали, но выращивали в теплицах. Но я думаю, что это тоже неправда, потому что мы в свое время тоже находили, когда анализировали, что ели наши цари, то есть там оказывается много названий овощей и фруктов, которые мы не знаем сегодня, они исчезнут. А то, что у нас все время исчезают овощи и фрукты, это мы можем посмотреть на примере тех самых злаков. Вот сорга было, в моем детстве люди ели сорга, сейчас его уже нигде не встретишь. Пшеничка, например, такой был злак, его тоже уже нет. Значит, полба, которая, значит, сейчас говорят, что это один из церковных пшениц, в действительности, это злак, злак, который еще сохранился у германцев. Они обещали, кстати, привезти, может быть, тогда мы сможем посеять здесь. Вот, ячмень, это в действительности ячмень, а ячмень исчез. Дальше, значит, вот проса, мы говорим сейчас пшено, а в действительности пшено исчезло, а вот проса осталось и просто заменили. И вот таких вот подмен ночи, то есть вот за один, за эту революцию у нас 10 злаков убрали, а еще в процессе жизни у нас исчезло там брюква, калига, а они, видите, в принципе, турнепс, на который нас еще студенты нагоняли. А сейчас его уже чертов зла встретишь. Во всяком случае в центральности его нет. Я слышал, что у вас здесь можно найти брюк в интернете. Надеюсь, что он это сделан. Значит, а что говорить о фруктах? Вот если вы посмотрите старинные картины, да, где вот это, вот, много всяких фруктов, там нарисованы натюрморты, вы увидите, что таких фруктов сейчас нету. Там какие-то сдвоенные яблоки, как вот волчьи ягоды, какие-то там, ну, я их не видел нигде, не слышал таких фруктов. Вот. Все исчезает, нас объединяется питание, поэтому мы, в принципе, и на сегодняшний день вынуждены быть не сыроедами, а вареноедами. Вот несколько слов по сыроедению, поскольку народ интересуется этой тематикой. Значит, сыроедение у нас в действительности было, опять же, уничтожено с помощью меча и огня. Я, когда я разговаривал с одним из помощников митрополита, одной нашей дочериственной страны, он сказал, что раньше Пасхой называли жареного дненка. И в плане религии, во-первых, вот это вот, в одни дни прочитайте эту информацию. Об этом вот, ну, все искали, но что только можно. Вот я в свое время, когда нашел нормального прославного священника, и то он был священником таким, то есть его посвятили в лагере, он мне такие все фокусы рассказал. Правда, потом он уже почему-то опять в эту Библию ударился, не знаю почему. По всей видимости, это все-таки как-то срабатывает, что когда человек что-то знает, ему обязательно поправят мозги, чтобы он это уже не знал в этой действительности. А коты, это вы знаете, что у них, во-первых, и зрачок не такой, как у нас, во-вторых, у них, они, кстати говоря, живы до сих пор, и печенеки живы, и коты живы, и даже абы живы, то есть про снежных людей мы периодически слышим, но говорим, что это вот, мол, какие-то реликтовые, значит, а в действительности вот были опыты, даже не опыты, когда корабли, находили корабли брошенные, брошенные, там сохранилась команда, и команда вся была в виде обезьян, то есть они превращались за какой-то промежуток в обезьян, у них там были значит и питание, и все прочее, то есть корабль дрейховал, никуда не плыл, пережил шторм, что-то там произошло, и вот они все вдруг озверили, то есть стали обезьянами. Это, кстати говоря, связано именно с эмоциями, потому что эмоции, они являются у нас эволюционным фактором. Если человек испытал сильную эмоцию страха, он может сразу посидеть, или наоборот, испытал эмоцию страха, или там, например, мать была парализована, залез в вор, там дочке была, значит, угроза расправы, и она встала на ее защиту, хотя она была парализована, то есть эмоция может превращать людей, вызывать них метаморфозы, и делать то, что они становятся на нас непохожими. Ну и так я вроде все уже сказал, что я хотел сказать. Если у вас есть вопросы, вы можете сейчас быстренько задать, потому что я еще хотел слово дать одному человеку. Ну, Сергея Алексеева, вы, наверное, знакомы с форсином, он описывает очень многое, как бы, вот, то же, вот, о чем вы говорите, то есть наше просто, наше культура, ну, это естественно художественный язык, но основное, как бы, основной мысль, которую он дает, это то, что вот та культура, которая говорит, она как бы никуда не пропала. То есть, как бы, есть люди, которые на самом деле сохраняют это все, сохраняют записи книги, там, как бы, ритуалы, там, и так далее. То есть, вы как считаете, это есть на самом деле, это и хранение всего лишь. Тогда второй вопрос, можно? Если это действительно и есть, если это действительно была настолько мощная культура, там, люди, сама традиция, там, и так далее, почему? Почему все-таки проиграли? Почему это ушло? Почему вот мы сейчас имеем то, что имеем? Вот где был вот этот вот рубеж, где когда все переломилось, хребет сломался? А делать все очень просто, нас травляли, наверное, с собой, и поэтому нахуй силы использовали против нас. То есть, извините, уничтожили сам. Конечно, да. Дело в том, что, вот смотрите, вот эти вот животные, которые сегодня нас окружают, там, собаки, кошки, они же все были раньше людьми, если бы нас хвостатыми, но людьми. Вот по поводу хвостов тут очень интересно. Дело в том, что у нас 32 зуба, да? 32 зубы и 32 позвонка. Они совпадают между собой. Ну, сначала на 28, потом уже ставят 4 мудрости зуба и становится 32. Вот. А известно, что у Будды было 40 зубов. Вот официальная хроника. 40 зубов. Вот. То есть, получается, корреляция, значит, 32 позвонка, я думаю, это все не случайно. А куда у нас деваются другие? 40 зубов, а позвонки куда не могут клятся? То есть, по всей видимости, вырастал хвост. Дело в том, что, ведь человек, когда переходил из кона в кон, там проходил опять пастос, человек засыпал на термическом сне зубов. Вот здесь интересно, что самое длинное хвост, знаете, у кого? 40 позвонков. У крыс. У крыс. Поэтому они так устойчивы. Так вот, похоже, что... А люди-крысы, кстати говоря, вот они, вот видите, там, сеглацы, все встречаются, и люди-крысы тоже встречаются в рисунках. Мало того, они до сих пор лумии там, в гизе, они хранятся. Если вы там заплатите гиду в соответствующем зду, вам покажут эти лумии. И люди-птицы, и люди, значит, готы, и даже там один хранится этот скафандр, человек-скафандр, но то, что наши предки летали, это понятно, потому что, как пишут веды, но это индийские, правда, веды, что наши предки жили на горе меру, откуда погревали планетами, звездами и вселенными. То есть, и это реально, потому что, видите, вот, есть книга, это священная книга Мухея, ее не достанешь, она стоит 200 тысяч долларов, но стоила, во всяком случае. Но в общем, то, что я занимался время с сбором такой вот литературы, там описано вот семь чудес света, один из чудес света это как раз логос, а логос, это, то есть, там совсем другие чудеса света, не те, что нам, там, маяк, там, сапразмерс, империя, все. родовое такое пристрастие и колкогольное мобильное. Да это фантазия. Ну, дело в том, что, ну, с товарищами, как бы, как бы, и с боями, конечно, в этом обществе не себя чувствуют, но, и в то же время, как бы, и с праздниками возникает напряженность. Как только, просто смысл, у них не видимо, мы как бы, не понимаем. И вот у нас возникает такой вопрос, осмысленный уже. Ну, ведь что-то, пили же, наши, что-то же они пили, как-то же гробили организм. Как-то, мол, это было или нет? Нет, дело в том, что, по поводу питья, значит, во-первых, ну, состав, название водка, там, пиво, это действительно с напитки, у нас просто рецептов нет. Вернее, они есть, мы пробовали их восстанавливать, ничего не получается. Все начинает прожить, все равно бродит. А, просто у нас сила семян, во-первых, потеряна, да? Потому что, вот еще, раньше, я знаю, бабушка, там прикладки, просверки клала, за этот, они не плеснили, ничего, там год лежат, и потом даже можно съесть. То есть сила семян была другая. Вот, а во-вторых, вот у нас есть такое понятие бахтать, бахтать, вот, ну, это реванг, эти типы взбивать, а действительно сих бахтания, оно связано с нашими мерами. Вот, если мы хотим воду сделать, ее спахтать, мы должны делать движение, ну, например, другой. То есть, одно движение до одного уровня, а следующее до меньшего, например. Вот это вот отношение, вот этих вот движений, оно должно равняться, ну, ну, единственное число, 1,6,18. Оказалось бы, это все такая вот ерунда, но в действительности вы выбиваете спиритус, а спиритус, это, хотите, не спирт, а это вдук. Вот, и когда вы употребляете, а вот этот, вот, эта энергия, она не просто все там лечит, она в силе нас лечит, она еще, вот все ваши задумки, какие вы хотите, она позволяет вам реализовать. Вот пьете фактически свою волю, понимаете, то есть, вот, по-моему, можете что-то изменить. С каким напитком? Вот, да. да. Можно я просто... Ну, ну, медовуха, понимаете, мы сейчас, конечно, можем сконфицировать по этому поводу. Вот. Ну, я уверен, что медовуха была не такая. То есть, вы не забывайте, что у нас после революции исчезло несколько видов пчел, которые давали чистый нектар. Вот. Его потом можно было сделать медом. А вот это вот, потому что этот мед, он, в принципе, как бы тоже пыльца там, и нектар, да, но он все равно же будет переваренный в какой-то степени. кто это все делает, вот эти все беды на нас наводит. Это есть люди, инопланетяне, или правительство находит. Об этом же пишут. Это один вопрос. Второй вопрос, что, по вашему мнению, делать с этим всем, как бороться, или само это рассеется, и все. И третий вопрос, если сто лет назад только была построена китайская стена, тогда... Не сто лет, она в 40 лет. Тогда расскажите хронологию, тогда, ну, там, 200 лет назад что было, и, допустим, если вы говорите вот русская, была такая цивилизация, как вы ее описываете, когда она была столько лет назад? Она всегда была. Вот русские, это местные жители, которые, у нас же нет, национальности. Русские, это же прилагательные. которые жили таким вот родовым, вместе, ну, нормально. Родами, временами, общинами, товарищами, братствами, это все структура древнего общества. А скоп, скоп, скопище, это вот уже, когда объединялись там общество, отели, там, и так далее. Это все, что вы понимаете. Дело в том, что, ну, вы, конечно, задали много вопросов, но я могу сказать, что в 1611 году был поток. Его относят, 1611 год. Его относят, это, да, его относят там далеко, очень, но это было все недавно. И потом вот уже началось все новое и новое. И, кстати говоря, значит, его могли предотвратить. Вот всем управлял Гисар, действительно. Вот здесь же есть Гисарская долина. А Сар, это где у нас есть, вот Сар присутствует, это в действительности царь. вот он, Гисар, вполне возможно, что Чингисхана в какой-то степени с него исписать, потому что он почитается, значит, буддистами, но сейчас, может быть, и уже эмоционалами. Так вот, русская цивилизация, она существовала всегда. Вот эти все пришлые цивилизации, они как бы не местного значения, не местного разлива и без всякой даже культуры. Вот взять китайцев, мы думаем, что у них там великая культура, у них в действительности отрыжки вот этой мазорской культуры. Потому что им настоящую не давал никого. Если там брать тех же негров, у них, вы знаете, чистый, ну, то, что мы называем иудаизм, потому что у них обрезание, обрезание у женщин, то ним обрезают гулы. До сих пор, значит, оно существует. Хотя мы думаем, что иудаизм вот в основном это в Израиле, там, а это смешанные народы, значит, с этой культурой, смешанные с белым населением. то есть, вы знаете, если кто был в Африке, там, если ты попал в какое-то племя, ты пока со всеми не переспишь, тебе оттуда нет. потому что... Ну, если делать, что-то... Сканировать. Не берешь на пол? Нет, это в основном мужчин касается, женщин там не ценят. Женщины не съедят сразу. Мальчик. Скорее, мужчин, можно ли выяснить? А вы сыроед? Да, у меня через два месяца будет три года. И как чувствуется прогресс? Конечно, чувствуется. Дело в том, что я же говорил, что, во-первых, усталость, ну, как бы, конечно, есть усталость, там, такие вот, в моем возрасте такие переезды, там, они все были недоступны. А сейчас уже я все это легко переночу. Так, а у вас само на трофное среднее или какое? Это у меня обычное. Ну, вот вы весили три года назад сколько? Вы должны были потерять реально вес? Я потерял 46 кг. Потеряли, да? 46 кг потерял. Честно? А, вот в эту же роли набрал набор. Видно просто, что да, то есть, по лицу, когда человек даже через полгода, через год, у него особо появляется. А вот, кстати, один из основателей Бутенко, Викторий, вы же знаете, да? Она 15 лет на сыроедении, через 15 лет она стала толще, чем начинала, когда была не сыроедкой. То есть, в какой-то момент... Она смешивалась в кучу. Да. У нее это есть, да. Но я тоже мешаю, потому что я практически веду жизнь на колесах. То есть, деньги не задерплют. Ну, вообще сложно бывать, я вас понимаю. А не скажете, вот у Амадельф прикидила вот там Аромия не могла. Не могла. чтобы раскрыть конференцию. Ну, тут все понятно. Человек, он, такие палки, просто его не могут вывести из нее. Он же там сказал, когда его раскрыть. Там же нарушили. Через 70 лет такое было? Нет, там были какие-то нарушения. Мне говорили, Амадельф что там они нарушили поэтому он должен был отжимать. Я ему чуть-чуть просто, но я чего удивился. На самом деле присутствующий как будто он смотрит на тебя. Глаза прикрыты, а человек видит тебя. Ощущения, я не знаю. Амадельф